Во все тяжкие. На этой неделе рубль то стремительно падал, то не спеша поднимался. О тернистом пути российской валюты и финансовых прогнозах на будущее аналитики и эксперты. От 1-го А до 1-го С школы края и города буквально трещат по швам. При этом на ближайший год президент поставил задачу перевести всех учащихся в одну смену. Как власти планируют решать школьный вопрос? Зеленый, пешеходный и без заборов. Таким специалисты нового экспертного совета видят Краснодар будущего. За чей счет будет преображаться город? Пора домой. В Дубраве завершилась смена молодые лидеры. Проводить лето со школьниками приехал Владимир Явланов. О чем подростки спрашивали главу Краснодара? Здравствуйте! В студии Аглая Ильинова. В ближайшие 40 минут будем подводить итоги уходящей недели. Самая громкая новость на этой неделе пришла с московской биржи. В понедельник, которую экономисты назвали черным, российская валюта обвалилась до декабрьского минимума. Евро превысило отметку 83 рубля, доллар 71. Затем в течение всей недели отечественная валюта укреплялась. Сина Волкова следила за котировками и выслушала мнение экспертов. Усилившееся понижение рубля, по мнению аналитиков, связано с резким падением цен нефти до уровня 2009 года. Обвалом на биржах Японии и Китая, который уже назвали шестилетним минимумом. А также заявлением Ирана о готовности наращивать темпы добычи нефти, независимо от цены. Но в отличие от черного вторника, 16 декабря, когда рубль точно так же совершил сокрушительное падение, ажиотажа в обменных кассах Краснодара не наблюдалось. Некоторые аналитики давали пессимистические прогнозы. Я не ожидаю каких-то изменений в тенденции, потому что хоть у нас сейчас начинаются платы по налогам, я думаю, что их будет недостаточно для того, чтобы продавить котировки вниз. И даже если будет какое-то замедление, то через некоторое время мы опять пойдем по доллару и евро вверх. Уже на следующий день, вслед за ростом цен нефти, российская валюта начала постепенно укрепляться. За неделю доллар подешевел почти на 5 рублей и евро на 8. Но несмотря на это, аналитики уверены, валютные качели приведут к росту цен на импортные товары. В первую очередь, ввозимые из-за рубежа. Продукция, которая производится на территории России, тоже может подорожать, но этот процесс будет проходить чуть медленнее. Российская газета пишет, неизбежно подорожают электроника, автомобили, алкоголь, чай, кофе и авиабилеты, которые уже начали набирать в цене. Как ожидается, рост составит от 7 до 11,5%. Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта. Падение рубля отразится и на элитном алкоголе. Если курс иностранных валют не снизится до середины сентября, то ценники, пусть и не сразу, начнут переписывать на дорогие вина, виски, ром, текилу, джин и водку. Специалисты прогнозируют, что продукция подорожает примерно на 10-15%. А уже с 1 сентября увеличится стоимость иномарок не менее чем на 5%. Об этом иностранные автоконцерны, такие как Форд, Рено, Пежо, Ситроен и Сизуки, уже начали предупреждать российских дилеров. Но, по мнению экспертов, это не полный список производителей. Труднее будет купить и бытовую технику. По данным РБК, она может подорожать на 15-20%. Сейчас интернет-магазины и прилавки гипермаркетов заполнены бытовой техникой, которая была закуплена по более низкому курсу. Поэтому увеличение их ценников не ожидается. Но рано или поздно ассортимент иссякнет. И если это произойдет до того, как доллар опустится до необходимой отметки, а это, по мнению ритейлеров, диапазон от 50 до 67 рублей, то новые закупки придется производить по новым ценам. В нескольких городах страны уже зафиксировали рост спроса на автомобили и бытовую технику. Но в краснодарских магазинах пока очередей не наблюдается. Однако эксперты не связывают это с падением рубля. Я также полагаю, что Центральный банк предпримет ряд мер по сдерживанию инфляции. Но быть готовым к тому, что сезонный всплеск инфляции произойдет, это данность. Более того, не нужно забывать, что последние два месяца у нас была практически нулевая инфляция, а на некоторых рынках была даже дефляция. То есть цены снижались. Естественно, это сезонный фактор. Но сезон заканчивается, наступает новый сезон. И всплеск спроса на сезонные товары, которые характерны уже для нового периода, он будет, конечно, стимулировать инфляцию. Эксперты опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда зимой покупатели сметали с полок всю бытовую технику, опасаясь дальнейшего подорожания. Но спустя некоторое время поняли, что погорячились. Цены на тот же самый товар стали резко падать. Специалисты говорят, что искусственно созданный ажиотаж тогда стал одной из причин подорожания товаров. Главное, что сейчас советуют эксперты, не поддаваться панике. Тем более, что есть утешительные прогнозы. К концу этого года доллар может вернуться к отметке в 60 рублей. Инна Волкова, Никита Рудой, телекомпания «Краснодар». Одной из главных тем этой недели стала готовность школ к новому учебному году. В понедельник на краевом уровне говорили о безопасности в учебных заведениях. 66% образовательных учреждений края охраняют штатные сторожи, которые чаще всего не имеют нужной квалификации. Глава региона настоял на том, чтобы школы переходили на специализированную охрану, возможно, с привлечением казачьих дружин. Уже сегодня под контролем казаков 25 кубанских школ. По мнению Кондратьева, эту практику нужно расширять, а также регулярно проверять работу чопов в учебных заведениях. Можно без конца кивать на отсутствие денег или иные проблемы, но я еще раз говорю, что это кивание сегодня не поможет ни вам, ни нам и никому в целом, потому что на кону стоит безопасность, если хотите, жизнь детей. Это самое дорогое, что есть в обществе. Оптимальный вариант – переходить на государственную охрану или профессиональную. Пусть она дороже, но зато ее сотрудники – профессионалы, которые смогут оперативно отреагировать в нештатной ситуации. Полиция и органы прокуратуры прошу организовать проверки этих чопов. Понимание того, что чопы тоже должны быть высокоподготовленные. И это на самом деле должно быть не сторожа в форме, что подчас тоже чопам свойственно, а я убежден в высококвалифицированные сотрудники охраны. Не менее важный вопрос, который подняли на совещании – пожарная безопасность. В этом году чуть ли не каждая третья школа и лицей были приняты с нарушениями. В некоторых учебных заведениях до сих пор не установлены системы с прямым выводом тревожного сигнала в пожарную часть. В Краснодаре ситуация отличается от районов. Работы по наладке оборудования идут полным ходом. И 1 декабря кнопки пожарной сигнализации «Стрелец» появятся во всех образовательных учреждениях. Что касается профессиональной охраны, то ей уже охвачены 100% городских школ. В этом году на безопасность учеников выделено более 150 миллионов рублей. В школах установлено видеонаблюдение, обновлены планы эвакуации, модернизирована противопожарная система и звуковые системы оповещения. В среду в Краснодаре обсуждали стратегию системы образования региона на ближайшие пять лет. На ежегодном Краевом августовском педсовете серьезный разговор о проблемах. Нехватке мест в школах, качестве образования и подготовке в педагогических кадрах. Мои коллеги продолжат. Вероника Фурса еще не понимает, но именно она через неделю войдет в историю. На Кубани однозначно. В 71-й Краснодарской школе в этом году растянется самая длинная линейка из первоклашек. 501 ребенок. Для детей специально построили отдельное здание, чтобы они все могли поместиться. Шутка ли, в школе 17 первых классов. От 1-го А до 1-го С. В этом здании будет обучаться 8 классов первоклашек и 4 класса, 4-классников. Это в первую смену. Во вторую смену будут обучаться дети начальной школы. Такое количество первоклашек в одной школе. Это огромная нагрузка и на учителей, что сказывается и на качестве образования. И это не единственная проблема в отрасли. Их сегодня обсуждали на Краевом педагогическом совете, который возглавил Вениамин Кондратьев. В таких условиях, например, как в 71-й Краснодарской школе, и учить, и учиться непросто. Поэтому бюджет нужно разворачивать именно в сторону строительства новых помещений, а не оптимизации старых. Мы говорим о каком-то демографическом прорыве. А куда, где? По 13 вторых, первых, четвертых классов будет? Мы так доживемся, что алфавита не будет хватать, чтобы обозначить все классы одной параллелью. Поэтому сегодня нужно нажать на тормоз и понимать, что сделать надо перезагрузку. Коллеги, школу надо строить. Еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к себе, к вам и главам. И мы будем их строить. Хватит латать то, что было построено. Не долатаемся. И стены мы у школы не расширим. И пристройками мы ничего не решим. Оптимизация называется какая-то. Профанация все это. Вот надуваем, так и потом таких же надутых результаты образования пожмем. Инфраструктура, школы, детских садов часто не соответствуют современным требованиям. Многие из них были спроектированы еще в прошлом веке. Иногда доходит до того, что сложно установить современное оборудование для уроков. В стратегии развития системы образования на ближайшие пять лет, которую озвучила руководитель краевого Минобра, прописаны типовые проекты для образовательных учреждений. Все они утверждены в Министерстве строительства. И только по ним можно будет возводить здания. Мы просмотрели проблему, рассмотрели все старые изношенные здания. И вот результат. Необходимо в ближайшие пять лет построить 258 новых школ с общей проектной мощностью в 143 тысячи мест и реконструировать 59 школьных зданий для создания 9 тысяч дополнительных мест. Я хочу сказать, что это расчетные цифры сегодня фактически с примерным прогнозом миграции и рождаемости. Строительство новых школ должно потянуть за собой решение еще одной проблемы – обучения в несколько смен. Сейчас в таком режиме на Кубани уроки проходят у 116 тысяч детей. К 2020 году вторые смены в школах должны быть полностью ликвидированы. От тезисных целей глава региона подталкивает учителей к разговору об авторитете профессии. Ведь он напрямую влияет на желание молодежи работать преподавателями. Судя по цифрам, только в сельских школах четверть учителей – пенсионеры. Авторитет одной из важнейших профессий не так высок. Почему не все выпускники идут в школу? Коллеги говорят, учителей труда вообще нет, они не выходят. У вас есть целый факультет, а в школах вообще не доходят. В рамках нашего вуза у нас, например, еще нет такого, чтобы кто-то выходил с каждого факультета и ни один, ни два человека не устраивались по профессии. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что цыплят по осени не хватает. Чтобы поднять престиж профессии, в крае планируют открыть профильные классы. Педагогические вузы со школьной скамьи смогут готовить к себе абитуриентов. Естественно, за целевым обучением уже в самих университетах должен быть строгий контроль, говорит Вениамин Кондратьев. Выпускники вузов обязаны отработать учителями. Также на совете говорили и о детских садах. Очередей в них для малышей от трех до семи лет не должно быть уже с начала следующего года. Нужны в современном образовании и прорывные идеи, например, создание детских технопарков. Но самое главное во всем этом – наличие того, кто преподаст урок. Перед учителями обычно ученики стоят. Ничего не остается нам, ученикам, как те ошибки и замечания, которые сегодня прозвучали в этом зале, как и положено исправлять. Самое главное, что сегодня мы должны сделать – это сохранить то учительство, тот потенциал, знаете, вот того духа, который нам достался от предков. Учителя всегда были в нашем обществе на одной из самых высоких ступенек. Но, к сожалению, были. Но жизнь продолжается, и мы продолжаем жить. Нам ничего не мешает сегодня вернуть учителя на прежнее место. Сегодняшний педсовет прошел как хороший урок, подметил Вениамин Кондратьев. И главное теперь – на отлично сдать домашнее задание. В пятницу краснодарские педагоги собрались на городской педсовет. Речь также шла о приоритетных задачах в образовании на ближайший год. За парты 1 сентября сядут 100 тысяч учеников. Владимир Явланов напомнил, президент России поставил перед руководителями городов цель перевести все школы на обучение в одну смену. И чтобы это сделать, в Краснодаре предстоит построить учреждение на 34 тысячи мест. В том числе и за счет новой федеральной программы. В ее рамках возведут 14 тысяч школ по всей стране. В Краевом центре в ближайшем будущем начнется строительство трех новых школ. Проект самый большой – на 100 классов. В московском микрорайоне уже готов. Она вместит в себя 2,5 тысячи учеников. Еще две школы проектируют в поселке Краснодарском на 1250 мест и в поселке Российском на 800. Что касается мест в детских садах, то в Краснодаре их количество продолжают увеличивать за счет пристроек и быстровозводимых модулей. В этом году перекомплектованы спальни. Там установили многоярусные кровати и кровати-трансформеры. Это оптимизировало пространство и дало более 4 тысяч дополнительных мест. Красивое? Временное явление. Вот в этом году, как крайняя необходимость, мы на это идем. Но уже со следующего года должны максимально увеличить количество строительства новых детских садов и пристроек к действующим детским садам, для того, чтобы увеличить естественное количество мест детских дошкольных учреждений. И на это будет обращено внимание. А соответственно количество кроваток будем снижать. Говорили на заседании и о профильной подготовке старшеклассников. Проблема в том, что большинство выпускников выбирает профессию вслепую, не обладая достаточными знаниями и навыками для поступления в ВУЗ, для восполнения пробелов. Четыре краснодарские школы наладили сетевое взаимодействие с университетами. Это когда профильные предметы старшеклассникам преподают университетские педагоги. Также школьники посещают лекции, библиотеки и лаборатории ВУЗов. Опытом работы с медицинским университетом рассказала директор 12-го лицея. За четверть века партнерства она разработала концепцию ресурсного центра, связующего звена между школой и ВУЗом. Ресурсный центр – это школа второй-третьей ступени. Это школа, в которой нет начальных классов. И уже с пятого класса начинается ранняя профилизация учащихся. То есть учащиеся, есть такие учащиеся в городе Краснодаре, да и везде есть, которые уже с пятого класса хотят выбрать какую-то определенную специальность. И мы готовы принимать этих учащихся в наш лицей для того, чтобы уже с пятого класса углубленно учить их химии и биологии. Закончили совет директоров на оптимистической ноте. Самым активным педагогам и директорам школ вручили почетные грамоты и памятные подарки за вклад в образование юных горожан. Благодарственными письмами отметили победители различных профессиональных конкурсов. В школы Краснодара в этом году придут работать свыше 100 молодых учителей. Начинающих педагогов, выпускников специализированных колледжей и вузов на этой неделе посвящали в профессию. Церемония состоялась в здании филармонии. Перед тем, как дать старт урокам, молодые преподаватели дали клятву учителя и приняли символическую присягу. А также поделились с журналистами своими представлениями об учительском труде. Самое главное – это наладить контакт, чтобы ребенок чувствовал, что ты в первую очередь его друг, его наставник. И когда будет такой контакт, тогда обязательно повысится уровень знаний. Мы будем воспитывать детей, чтобы они были именно грамотными гражданами и вносили свой неотъемлемый вклад именно в нашу культуру, в наше образование. Всего кубанские школы в этом году пополнят более 300 молодых учителей. Во время посвящения будущие педагоги получили советы от старших наставников, лучших учителей года и вице-губернатора Кубани Анны Меньковой. В преддверии 1 сентября руководители края нагрозили за верность и преданность ветеранов педагогического труда. А школьники поздравили начинающих учителей с началом учебного года, вручив им памятные знаки. На этом подарки к новому учебному году не закончились. На театральной площади директорам кубанских школ вручали ключи от микроавтобусов. Это уже стало ежегодной традицией. Торжественную церемонию провел руководитель региона Вениамин Кондратьев. Для приобретения машин из бюджета региона выделили около 40 миллионов рублей. Из отдаленных населенных пунктов на занятия школьников будут подвозить фиаты. Один из них отправится в поселок Колосистый к ученикам 68-й школы. Автобусы там востребованы. Больше половины детей на подвозе. Если автомобили, которые приходилось приобретать прежде, нужно было доукомплектовывать ремнями безопасности, огнетушителями и аптечками, то в новых микроавтобусах, что называется, все включено. Просторный салон, удобные сидения, сигнал вызова водителя, освещение. Да он и по объему подходит для наших детей. В целом по Краснодару с 1 сентября выйдут на линии около сотни школьных автобусов. Большинство из них приходится на самые большие городские округа. Прикубанский и Карасунский. Сейчас мы прервемся на рекламу, а после продолжим подводить итоги недели. И вот о чем расскажем. Подвесные лавочки, плавучий бассейн и много зелени. Группа экспертов делится взглядом на развитие городских прудов, парков и скверов. Трамвай нам личный транспорт заменил. Электротранспорт сделать главным городским перевозчиком, трамвайные линии продлить, а маршруты дублеры упразднить. Питерские предложения для краснодарского движения. Там, где был забор, теперь дорога. В Краснодаре открыли часть сквозного выезда с Зиповской на Российскую. Как выполняет поручение главы Кубани, выясняли в краевой администрации. В пятницу Вени Мин Кондратьев провел первый так называемый час контроля. С апреля перед главами муниципалитетов и различными ведомствами руководитель региона поставил несколько сотен задач. Выполнены ли они, расскажут мои коллеги. В каком формате пройдет совещание, никто не знал даже перед его самым началом. Подобных встреч еще никогда не было. В зале собрались вице-губернаторы, краевые министры, начальники управления, на видеосвязи главы районов и городов. То есть все те, кто отвечает за поручения главы Кубани. А их, к слову, за эти три месяца накопилось уже почти четыре сотни. Впрочем, разговор будет вовсе не об их количестве и статистике в цифрах. Открывая совещание, сразу же заявляет Вениамин Кондратьев. Это не мои поручения. Это просьбы людей. Это поручения людей, поручения населения, для которого мы с вами должны работать. И по районам вы вместе со мной ездите и видите. И в те места, куда мы заезжаем порой, в трещобные. Не можем поверить, что это Краснодарский край. И не можем поверить, что там люди живут. Я никогда не думал, что в 30 километрах от Краснодара я найду дом с земляным полом. Никогда не мог подумать, в котором живут шестеро детей. И власть хоть бы хны. Никогда не думал, что в Сочи я найду улицу вместе с мэром, где мэр удивлялся. Где тоже земляные полы. И я думал, там от комаров такой прибор стоит, кажется, крыс отгоняет. И о чем мы с вами говорим? Какие достижения мы можем... Ради кого? Ради космоса, что ли? Да не нужен космос нашим людям. Не нужен космос населению края, потому что они простейшего просят. Просто простейшего. Они просят жить в нормальных человеческих условиях. Большинство поручений были даны во время объездов и встреч с кубанцами. В основном это проблемы в ЖКХ и соцсфере. За их исполнением следит управление контроля. Его Кондратьев создал два месяца назад. Сегодня начальник ведомства Максим Туровец рапортует главе региона о первых результатах. Но больше руководителя края интересуют невыполненные задачи. Здесь чуть ли не в лидеры выходит Крымский район. Не полностью сделали грейдировку набережной станицы Нижнебаканской. В Новоукраинском вопросы вызывает ремонт дороги. А на улице Советской в Троицкой новый асфальт. Только на одном километре тротуара, когда реконструкции требуют все четыре. По улице Советской в станице Троицкой протяженность всего тротуара составляет 4 километра. По состоянию на 1 июля эти работы на протяжении 1 километр были выполнены в полном объеме. И комиссия принята качество удовлетворительно. Это соответствует действительности. Но и соответствует действительности то, что оставшийся тротуар, который проходит на этой улице Советской, он в неудовлетворительном состоянии действительно требует ремонта. Но вы мне четко заверяли, что все будет сделано в срок, все будет нормально. Вы возьмите асфальт своей улицы и отдайте той улице, где если уж пообещали, ну не делайте. Это принципиальное решение. Это видно будет, что человек старался. Максимально выложится о том, чтобы сделать то, что он пообещал. Не мне, а собственному населению. В список отличившихся попал и Белореченский район. Кондратьеву жители не раз жаловались на состояние городского парка. На совещании контрольное управление демонстрируют фотографии, которые сделали накануне. В ходе проверочного выезда к работникам управления контроля обратились жители города Белореченска с жалобой на неудовлетворительное состояние парка, в котором во многих местах отсутствуют зеленые насаждения. Не убирается мусор. Кругом опавшие листва. Спортивная площадка и место для игр детей младшего возраста. Имеют травмоопасные покрытия. Фонтан не чищен. В то же время на территории парка работают три кафе. Почему на самом деле три кафе и ни одного места, где бы детишки или дети подросткового возраста могли заниматься спортом? У нас созданы все условия для всех категорий. От взрослых до младших. Единственное, что спортивную площадку мы будем реконстрировать под площадку по ГТО. Иван Иванович, сделайте площадку для ГТО. Никто не против. Но сделайте вы и скейт-площадку, и сделайте и воркаут-площадку. Сегодня воркаут-площадка и скейт-площадка, они востребованы. ГТО хорошо, но ГТО нужно еще приучить сегодняшнюю молодежь. А на скейт они уже сегодня идут без нас. Я не против воркаут-площадки. Они на турниках крутятся. У нас турники были в рамках ГТО, а у них турники сами по себе как физическая культура. Так давайте это приветствовать. Управление контроля проверяет каждое поручение, которое дал руководитель региона. При этом за основу берут не только доклады. Специалисты выезжают на место. Подводя итог совещания, Кондратьев напоминает, важно не просто выполнить все в срок, но и сделать работу качественно. Это первое совещание. Я хочу, чтобы коллеги ощутили, что формат совещания будет именно такой. Вот именно такой. И я вас прошу максимально здесь активизироваться. И последний четверг каждого месяца будем проводить час контроля. И мне не важно, кто не выполняет или не исполняет мое поручение, основанное на просьбе людей. Начиная от главы муниципального образования, заканчивая краевым министром или вице-губернатором. Для всех сроки и поручения одинаковы к исполнению. К новому часу контроля ведомству предстоит проделать немало работы. И в ней, считает Кондратьев, не может быть друзей. Все оценки специалистов должны быть объективны, не зависеть от личных отношений и статуса ответственного запоручения. Трамвай должен стать основным видом транспорта в Краснодаре. Дорожная сеть города развивается быстрыми темпами и необходима новая оптимальная транспортная модель. Аналитическую систему оптимизации и управления транспортными потоками представили в четверг в городской администрации. Ее разработали специалисты инновационной компании из Санкт-Петербурга. Они проанализировали более 23 тысяч отрезков краснодарских дорог, пропускную способность 9 тысяч перекрестков и оценили работу 187 маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов, в том числе пригородных. Итак, трамвае в городской транспортной сети отведена главная роль. Для этого необходимо, чтобы он передвигался по выделенным отрезкам, особенно в центральной части. Речь об улицах Горького, Садовой, Гоголя и Комунаров. Они сейчас на карте. Необходимо продлить трамвайную линию по улице Московской до Петра Метальникова. Следующий шаг – привязать пригородные автобусы к конечным трамвайным станциям на въездах в Краснодар. Питерские аналитики предлагают оптимизировать работу 10 автобусных маршрутов и вывести их из городской черты. Также нужно избавиться от маршрутов дублеров. По словам главы Краснодара, предложенная модель вполне жизнеспособна. Первый шаг к реализации этого плана – оптимизация маршрутов общественного транспорта. Сейчас нужно нашим всем профессионалам, которые занимаются общественным транспортом и в виде департамента транспортного, и руководителей всех наших предприятий, в первую очередь трамвайно-троллейбусного предприятия, и частных предприятий, которые сейчас занимаются автобусным движением в городе, более концентрировано собраться в организации лучшей работы общественного транспорта на основе вот этой применяемой схемы. Преимущество программы, представленной питерскими специалистами, в том, что предложенные расчеты и схемы можно корректировать в зависимости от развития инфраструктуры города. Плавучий бассейн на берегу Карасуна, чистая вода на Затоне и пешеходная зона, которая будет опоясывать город – это Краснодар будущего. В рамках нового проекта информационного агентства РБК «Юг» первые лица города – бизнесмены, дизайнеры, архитекторы и общественники в четверг обсуждали развитие зеленых зон. Экспертный совет станет регулярно дискуссионной площадкой по городским проблемам. Итоги первой встречи подведет Наталья Ястребова. Главная задача, решение которой искала за общим столом авторитетное собрание – как сделать так, чтобы частные интересы не наступали на общественные. Основатель сети центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов говорит о трех китах, на которых строится благополучие города. Общественное пространство, комфорт жителей и культурный пласт – связь с историческим прошлым. Все это настолько взаимосвязано, что на имидж города работает каждая деталь. Любой сейчас постсоветский город прирастает заборами. Вот если в городе начнут меняться заборы, исчезать, вместо заборов будут, например, зеленые насаждения, или это будет зонирование как-то по-другому выглядеть, город будет становиться больше городом, чем княжество. А пока краснодарцы не готовы упразднить заборы, их попытаются выманить из душных кварталов парки и скверы нового поколения. Вход предлагают бросить все средства – и бесплатный Wi-Fi, и оригинальный дизайн. Вот так архитекторы планируют преобразить Рождественскую набережную в районе Платанового бульвара. К озеленению намерены приступить уже грядущей осенью. Говорили о преобразовании Карасунских прудов. Политика привлечения инвесторов на эту территорию изменилась. Мы сознательно не стали, как это было характерно для предыдущего проектирования, какие-то делать глобальные сооружения. Мы просто в пределах каждого земельного участка запрограммировали какое-то сооружение. Может быть, кафе, может быть, это небольшая гостиница. Мы планируем, что нынешние или будущие владельцы будут не только заинтересованы в создании этой набережной, но они будут вкладывать деньги, потому что это будет помогать процветанию их собственного объекта. Какая-то кафешка та же самая плавучая, но она сама по себе, она принадлежит какому-то бизнесу. И, по сути дела, мы сегодня ведем разговор о создании такой рекреационной зоны с помощью бизнеса краснодарского, в том числе предпринимательства, малого-среднего бизнеса, предпринимателей, у которого будет какое-то место особое в этой зоне, где он будет помимо красоты, которую создал за свои деньги, еще и получать какие-то доходы. Еще один проект, который ждет своего инвестора – реконструкция Вишняковского сквера. Первый в городе памятник Ильичу останется на своем месте, а вот вокруг будет совсем другой пейзаж. Ландшафтный дизайнер Лариса Толмасова предлагает поделить территорию на несколько зон. Предусмотрены тихий отдых и отдельная площадка для выгула собак. В новом сквере каждый посетитель найдет свою нишу. Для самых маленьких – тарзанки, скалодром и качели. Здесь очень много развивающих игр. Здесь музыкальные инструменты уличные. Здесь есть туманный бассейн. Интересная деталь – подвесные лавочки вокруг кострища для любителей барбекю. А для сторонников активного образа жизни – тренажеры. Проект готов и получил положительную оценку экспертов. Основной вопрос – финансирование. За бюджетные деньги построить и содержать все это невозможно. Но как заинтересовать бизнес в развитии рекреационных зон? Нужны креативные проекты, востребованные населением и прибыльные для предпринимателей, считает дизайнер Роман Санфов. Для Карасунских прудов, которые планируют связать единой прогулочной зоной, он предлагает, например, плавучий кинотеатр, как в Таиланде, теннисные корты, как в Нидерландах, или вот такой велокомплекс с общепитом и стоянкой на первом этаже. Идею подсмотрели в Китае. Не менее интересна смотровая площадка для созерцания закатов и плавучие бассейны, о которых в жару мечтали, наверное, все краснодарцы. Можно было бы использовать реку, как уже коллеги говорили, это бассейны с ваннами из разной воды, также с баней, используется круглогодично, то есть и зимой, и летом. Между прочим, бассейны, пляжи, смотровая площадка и лодочная станция уже есть в концепции развития краснодарских прудов. Предусмотрены и детские площадки, и многофункциональные лавочки. Но сначала нужно остановить загрязнение воды канализационными стоками. Уже год с этим злом борется специальная комиссия. А в перспективе пляж может получиться и в районе Парка Победы. Этот вопрос уже прорабатывают в администрации. Есть проект, который мы тоже сейчас отрабатываем. В части того, чтобы проводить очистку воды через очистные сооружения, водоочистные из основного русла реки Кубань. Очищенная вода попадает в затон, из затона она обратно уходит в реку Кубань. Но в результате очистки затон можно будет подготовить и использовать как общегородской пляж. Вот сейчас об этом тоже ведется разговор. Предложения экспертов, полученные в ходе дискуссии, в мэрии готовы взять на вооружение. Кроме того, в генеральный план развития города уже добавляют новые зеленые пятна. Сейчас прорабатывается проект непрерывного зеленого каркаса, связанной с сети скверов, парков и бульваров. От улицы Красной в западном и восточном направлениях потянутся прогулочные маршруты. Наталья Ястребова, Федор Гусев, Дмитрий Сокмаркин и Светлана Светличная, телекомпания «Краснодар». И о дорогах. Жителям одного из крупнейших микрорайонов города стало проще подъезжать к своим домам. В Краснодаре открыли въезд Зиповской на улицу Российскую. По новому участку автолюбители смогут проехать от Российской до улицы Котлярова и далее вглубь микрорайона Московский. На новой четырехполосной асфальтированной дороге уже установлены знаки, ограждения, нанесена дорожная разметка. Работы проведены по поручению Владимира Ивланова. Градоначальник дал его в ходе рабочего объезда в начале августа. Новый участок дороги стал еще одним въездом в микрорайон и, как полагают специалисты, уменьшит заторы в утренние и вечерние часы. Его строительство лишь часть проекта городской администрации и компании застройщика жилого района. Вторая часть этого объекта – это кусок улицы Зиповской от Байбакова до Котлярова. Сейчас также застройщик занимается этим объектом. Я думаю, это перспектива следующего года. Параллельно с этим участком также администрация прорабатывает вопрос, скажем так, реконструкции Зиповской от Московской до Байбакова. В планах сделать сквозной проезд по Зиповской от Московской до Российской с четырехполосной дорогой и пешеходной зоной. Бойцы ОМОНа, пожарные бизнесмены, спортсмены и даже первые лица города – это далеко не весь список гостей, которые в этом году навестили школьников, отдыхавших в молодежном лагере Дубрава. Каждое лето в станице Убинского Северского района съезжаются 600 краснодарских школьников. Наш корреспондент Никита Рудой тоже принял участие в одной из смен лагеря и готов поделиться впечатлениями от насыщенной программы. Мертвая хватка и грозный рев. Преступник уже не скрыться от зубастого полицейского. Это не учение. В гостях у смены чемпион – бойцы ОМОНа, криминалисты и кинологи. Ежедневно они работают в условиях чрезвычайных ситуаций, обезоруживают террористов и отлавливают наркоторговцев. Спанель Ник обладает острейшим чутьем. На то, чтобы обнаружить наркотики, ему потребуется не больше 10 секунд. Сотрудники спецслужб предсказали участникам молодежного лагеря «Дубраво» об истории боевого оружия, научили детей делать безопасные селфи и продемонстрировали элементы дрессировки четвероногих напарников. Работу экспертов и кинологов больше любят девочки. Потому что у экспертов там всякие кисточки, красочки. Это напоминает им их косметические наборы. И у них это вызывает больше интереса. Летний сезон молодежного лагеря «Дубраво» открывала смена патриотов. Две недели школьники жили в лесу в настоящих полевых условиях. Из удобств только палатка и спальный мешок. Зато завтрак, приготовленный на костре, признаются ребята, придает некую романтику. Интересен сам быт, что мы живем именно в палатках, в условиях полевых. Именно не просто в домиках, как обычные граждане. А вот именно как туристы, все в камуфляже, есть свои командиры, подчиненные. У всех свои задачи конкретные есть. Ребята хотят набраться опыта. Как говорится, любой опыт полезен. Разминирование местности, сборка автоматы, преодоление каньонов – это далеко не все, чем обучили школьников-члены боевого братства. Чтобы не сорваться в пропасть, нужно уметь правильно и надежно крепить снаряжение. Этому обучает опыт инструктор. А вот преодолеть боязнь высоты возможно только на практике. За лето в молодежном лагере Дубрава побывали свыше 600 краснодарских школьников. Они обучались по пяти направлениям – развитие спорта, патриотизма, культуры и тренировка лидерских качеств. Влад и его команда наносят последние штрихи для презентации проекта. Задача сложная. Нужно заинтересовать не только воспитанников Дубравы, но и спонсоров. Они помогут открыть в Краснодаре медицинский приют для животных. Будет организована специальная команда волонтеров и просто людей, готовых помочь нам в реализации этого проекта. И мы будем ездить по городу, тем самым собирая этих животных, отвезя их в приют, показывая нашему ветеринару. И смотреть на их уровень состояния, их здоровье. Пока команда Влада готовится к защите проекта, в лектории идет предвыборная президентская кампания. И хотя школьникам голосовать еще рано, в политических дебатах они толк уже знают. Либералы, демократы, коммунисты, консерваторы соревнуются в таланте убеждения. Эпатажным выступлением и ораторским искусством избирателей покоряет Антон Кравченко. Это была обычная игра, где я поддерживал радикальную партию и отстаивал свою позицию. Чтобы стать лидером, каждый человек посмотрит на меня и поймет, что он лидер, такой же, как и я, что он может быть таким же, как и я. Навыки убеждения в смене молодые лидеры осваивают 120 краснодарских старшеклассников. Школа лидеров учит их ставить и достигать цель. А каждый день эксперты, бизнесмены, журналисты и преподаватели вузов проводят круглые столы и лекции по самоуправлению. И даже вводят в походы. Там, вдали от города, и проявляется лидерские качества и командный дух. Мы видим, что вся молодежь города Краснодара, и та, в том числе, которая приезжает в Дубраву, вполне реалистичные проекты выдвигает, которые уже реализовывались и будут реализованы на территории нашего любимого города. Кульминацией смены молодых лидеров стала встреча детей с главным управленцем краевой столицы. В Дубраве Владимир Явланов – частый гость. Общение со школьниками проходит в неформальном ключе. Первый вопрос Владимиру Явлану – о дальнейшем развитии центра. В этом году у Дубравы появился дополнительный электорий, два новых жилых корпуса, а у столовой – новая крыша. Нам нужно, во что бы то ни стало, даже при всех трудностях финансовых и экономических этого года, но к началу следующего сезона построить два новых домика взамен старых. Поэтому это будет решено в обязательном порядке. Ну, а еще стоит вопрос о том, что там беседка, которую, ну, как бы, основа есть, и даже крыша есть к ней, но все остальное нужно будет сделать. Дискуссия длилась больше часа. У мэра спрашивали о благоустройстве улиц Краснодара, о молодежном самоуправлении и о развитии спорта. Вопрос о спортивных увлечениях Владимира Явланова в юности разбавил серьезный тон разговора. Мы бы хотели знать, чем вы занимаетесь в свободное от работы время и чем вы увлекались, находясь в нашем возрасте, будучи подростком. Были экстремальные увлечения. Мы как-то решили пойти на Камчатку и есть гора овача. Вот мы сутки лезли на овачу, потом попали в бурю, там ночь переспали, а утром решили, значит, на лыжах сверху спуститься. Я не помню такого экстрима и, наверное, никогда в жизни не было. Когда мы по этим склонам на лыжах неслись, естественно, мы все попереломали, потом уже лезли донизу там без лыж. Но это тоже дух захватывает. Сейчас для спорта времени нет, признается Владимир Явланов. Свободное от работы время он проводит с семьей. Самое лучшее это тогда, когда бываю в кругу семьи, когда есть возможность, скажем, там день, воскресенье, как правило, побывать с внуком, пообщаться в спокойной обстановке, так сказать, как-то отдохнуть дома. Иногда съездить на дачу вместе с сыном, вместе с внуком. Тоже бывает очень редко, но бывает. Спрашивали у краснодарского мэра и о выборе жизненного пути. И Владимир Явланов привел пример из собственной биографии. После окончания Куйбышевского авиационного техникума он отправился на Сахалин. Работал на рыболовецких судах электриком. Карьеру политика начал уже в Краснодаре с должности главы центрального округа. Может так оказаться, что та специальность, которую ты получил, окажется невостребованной, но твои навыки, твое образование и то, что ты для себя получил, даст возможность приобрести новое направление. И оно как раз и выведет тебя на тот путь, который окажется самым главным в твоей жизни. У всех все по-разному. Но самое главное – желание достичь наивысшего результата, не жалеть себя и стараться максимально использовать свои возможности. Тогда все получится. Для того, чтобы все получилось и работает школа лидера. Это первая, но важная ступень. Она помогает будущим управленцам воспитать в себе нужные качества и поверить в успех. Никита Рудой, Кристина Носова, Олег Поддубный, Федор Гусев, Андрей Вискушенко, телекомпания «Краснодар».